Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 2 марта на календаре. И мы уже сегодня говорили, что в этот день отмечается день создания добровольных дружин. И сейчас роль помощников правоохранительных органов на себя взяли кто? Казаки. Любим мы о них говорить и решили мы вывести к нам сюда на разговор человека, который отвечает за это все сообщество. На связи у нас заместитель атамана по государственной иной службе Оренбургского казачьего войска Алексей Владимирович Анисимов. Доброе утро. Алексей Владимирович, здравствуйте. Ну, с праздником вас. Вы считаете, кстати, это своим праздником? Ну, в какой-то мере, да. Одно из основных направлений нашей деятельности, поэтому, конечно, считаем. Ну, тогда принимайте поздравления от нас, от Радио Комсомольская Правда и от наших слушателей. Давайте тогда начнем вот с такого самого простого вопроса. Как давно уральские казаки занимаются охраной правопорядка на улицах Екатеринбурга? Вот, на этот вопрос скажу так. Вообще, в нашем действующем законодательстве относительно казачьих обществ, унесенный в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, достаточно твердо закреплена обязанность именно служения Отечеству в каком-то из поднаправлений. То есть казаки, которые организуют казачье общество, они на учредительном круге берут на себя обязательства. По охране общественного порядка это обязательное направление, и по желанию выбирают еще одно или несколько направлений по защите лесов, границ и так далее, в зависимости от того, где находится это казачье общество. Вот, поэтому при создании любой первичной казачьей организации, которая вносится в Государственный реестр, вот, казаки автоматически, можно сказать, становятся добровольными помощниками правоохранительных органов. Вот, что касается моего личного опыта, я помимо того, что являюсь заместителем войскового атамана по организации Государственной иной службы, еще и являюсь атаманом Хуторского казачьего общества города Челябинска-Южный. Вот, и нашему хутору уже 11-й год идет. Мы, естественно, в первой волне вошли в Государственный реестр и взяли на себя такие обязательства. Поэтому, все законодательство по реестру с 2012 года появилось у нас в стране. Вот, поэтому можно сказать, что около 10 лет на законных основаниях все казаки, внесенные в Государственный реестр, занимаются вот этой деятельностью правоохранительной. А вот о вашей правоохранительной деятельности, сами органы правоохранительные, что думают о вашей работе? И граждане. Какую обратную связь вы получаете? Ну, надо сказать, что изначально это было удивление, какое-то, может быть, даже в какой-то степени недоумевание, да, почему и как. Но работа ведется, она ведется очень достаточно такая разнообразная, практически на всех мероприятиях массовых городов. Я могу точно сказать про Челябинск, про наш опыт, про мой личный опыт. Это центральные улицы города, патрулирование в летнее время вечернее. Вот, это скверы, это все массовые мероприятия, все православные праздники. Вот, и это около 8 тысяч часов, это если по объему, да, посчитать, в год задействованы наши казаки на охране общественного порядка. Поэтому правоохранительные органы, естественно, они после реформы, после массовых сокращений нуждаются в помощи граждан в охране общественного порядка и, соответственно, очень рады в этом отношении к казакам, потому что, в отличие, например, от других добровольных формирований, в общем, добровольно-народные дружины из обычных граждан, которые созданы, вот, казаки в форме, их сразу видно, то есть, если казак обращается к гражданину с целью пресечения какого-то противоправного деяния, это будет воспринято лучше, нежели это будет обычный человек гражданской одежде. Вот. Ему еще долго придется объяснять, что он дружинник, и на основании какого законодательства он действует в этот момент. Алексей Владимирович, да, расскажите нам, пожалуйста, вот так вот по-простому, какие полномочия есть у казаков, а каких нет. Ну, потому что все мы помним новости, где и вас обвиняют в каких-то противоправных действиях. Вот расскажите, что вы имеете право делать, а что нет? Ну, смотрите, тут тоже все как бы в рамках закона. У нас есть казачий закон, который регламентирует вот эти вещи, да, про госрестор, который мы обсудили ранее. Есть федеральный закон 44-й от 2 апреля 2014 года об участии граждан в охране общественного порядка, в котором все права и обязанности добровольного народного дружинника достаточно четко описаны. Вот. И права, и отдельные обязанности, какие-то ограничения, связанные с членством добровольного народного дружинника, и таковые, кстати, тоже есть. Потому что при поступлении в дружину дружинник должен предоставить все справки практически как на оружие, на доступ к оружию. Поэтому он совершенно адекватный, здоровый человек, который изъявил желание помогать правоохранительным органам. Давайте коротко. Что это все-таки за права и обязанности и ограничения? Да. Вот тут в данном случае казаки действуют по закону вот этому, по народным дружинникам. Поэтому от других народных дружинников они не отличаются. Соответственно, чаще всего, в основном, я бы даже сказал, выходят на охрану общественного порядка или другие мероприятия, связанные с этим, в составе патрулей с сотрудниками, ну, чаще всего, полицией. И имеют право лично требовать от граждан и должностных лиц, я прям процитирую, да, прекратить противоправные деяния, то есть голосом, да, принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности всех доказателей. Извините, пожалуйста, а что это за меры? То есть тут речь о каких-то физических, допустим, воздействиях или все-таки, вот вы как сказали, голосом заявить, прекратить? Или как? Ну, в том числе есть пункты применить физическую силу, имея право, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом. То есть, если какие-то буйные действия происходят и происходит задержание, и, допустим, сотрудники полиции не справляются, то казаки, в данном случае члены добровольной народной дружины, созданной при казачьем обществе, имеют право в том числе помочь сотрудникам полиции применить физическую силу в отношении правонарушителей с целью их задержания, либо пресечения противоправных действий. Есть какие-то примеры, когда удалось предотвратить правонарушение, там, задержать преступников? Ну, конечно. Если бы мы не работали, то и не было бы таких опытов. Вот, соответственно, есть. Очень много пересекается распитие спиртных напитков в общественных местах, курение. Вот, это как раз связано с патрулированием улиц. То есть, такая профилактика работает. Потом, достаточно много контрольных закупок участвует. То есть, то же самое торговля алкоголем, табачными изделиями несовершеннолетних пресекается. Вот, потом, всякие случаи на улице бывают, и драки разнимают, и догоняют каких-то воришек, там, из магазинов что-то укравших. То есть, конкретные такие случаи есть, и они не один, не два, там, даже и не десятки. За год по статистике, там, до нескольких сотен насчитывается. За что сотрудники полиции и другие силовые ведомства, которые мы помогаем, неоднократно награждают дружинников и там, и медалями, и благодарностями, и грамотами, и даже ценными подарками иногда. У нас остается буквально минута, и давайте вот проясним еще, пожалуйста, вопрос, кто же такие кибер-казаки, которые вот это вот понятие, которое не так давно прошло, и, значит, там, и кибер-нагайки мы уже приводили, и там, и достаточно много шуток на эту тему. Расскажите нам, имеете вы к ним отношение? Ну, некоторые казаки действительно, да, состоятся в кибер-дружине. Вот, занимается она, да, то есть тут, как такое условно сказать, хайп получила эта тема, потому что некоторые фразы там были выдернуты из контекста. Но вообще кибер-дружина занимается достаточно тоже полезным делом. Вот, фронт, так сказать, фронт интернета, она прочесывает. Прочесывает с целью поиска негативного контента, противоправного контента, вот, и сообщает соответствующий орган, то есть Роскомнадзор, о таких фактах выявленных. Соответственно, Роскомнадзор принимает меры уже самостоятельно. Вот, кибер-дружинники только находят материал, оформляют, как нужно, и направляют. Спасибо большое. Да, я прошу прощения, нам нужно уже прощаться. Алексей Владимирович Анисимов был у нас на связи, заместитель атамана по государственной иной службе Оренбургского казачьего войска. Оставайтесь с нами, мы прервемся совсем ненадолго. Это радио «Комсомольская правда». Скоро в эфире. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Комсомольская правда.